Друзья, всем большой привет! Сегодня мы продолжим знакомиться с необычными проектами техники, и на очереди советская модификация танка Т-26, предназначенная для перевозки топлива. Да-да, вы не ослышались, перед вами самый настоящий танк «Цистерна». Притом в СССР было разработано целых два проекта подобных танков. Первый проект разработали в ленинградском опытном заводе «Спецмаштреста». Работы стартовали в 1934 году, и вскоре танк получил обозначение Т-26С. Проект предусматривал минимальную, насколько это возможно, доработку базового танка. Лёгкий танк лишался башни и значительной части подбашенной коробки, вместо которых на машину монтировалась крупная рубка с цистернами для бензина и масла. Также машину оснащали насосами для перекачки жидкостей, рукавами и прочим топливным оборудованием. Понимая пожароопасность подобной затеи, конструкторы не забыли и о противопожарном оборудовании. Двигатель танка оставался прежним. Прежней осталась и ходовая часть. Экипаж танка состоял из двух человек. Рабочее место мехвода располагалось справа, а в левой части танка размещался командир, отвечавший за применение оружия в виде единственного пулемёта ДТ. Пулемёт монтировался в шаровой установке и мог обстреливать только определённый сектор передней полусферы. Боезапас составлял 630 патронов. Обновлённая рубка имела прямоугольную форму и отличалась значительной шириной, из-за чего её бортовые части нависали над гусеницами. Рубка защищалась 10-мм бронёй. На её крыше размещались люки для доступа к внутренним цистернам и бакам. Большая часть внутреннего объёма рубки предназначалась для крупной топливной цистерны. В ней перевозилось 1650 литров бензина. Также в рубке имелся менее крупный бак для масла, вмещавший 165 литров. Для раздачи топлива танк оснащался несколькими рукавами. При необходимости танк мог обслуживать сразу несколько машин. В 1935 году построили единственный опытный образец танка-цистерны. В апреле того же года прототип отправился на испытания. В ходе проверок было установлено, что 10-мм бронирование рубки давало недостаточный уровень защиты, что представляло большую опасность, ведь в боевой обстановке шансов на выживание у экипажа машины практически не оставалось. Также в ходе испытаний выяснилось, что двигатель испытывает повышенные нагрузки и быстро перегревается из-за обновлённого расположения масляного радиатора. После испытаний машина не получила одобрения со стороны военных, и вскоре танк разобрали. Наконец, в 1936 году свой проект танка-цистерны предложил ленинградский завод имени Ворошилова. Этот вариант получил наименование ТЦ-26. Инженеры постарались внести как можно меньше изменений в конструкцию танка. Силовая установка, трансмиссия, ходовая часть и броня оставались прежними. Экипаж размещался в переднем обитаемом отсеке и состоял из двух человек. Правда, конструкторы увеличили боезапас для пулемёта ДТ. Теперь он составлял 1071 патрон. На крыше корпуса разместили раму с креплениями для новой цистерны объёмом 1900 литров. Однако, в отличие от предыдущего проекта, цистерна не получала броневую защиту. Для перевозки масла танк получил 11 отдельных баков по 15 литров каждый. Отсутствие брони повышало риски для экипажа, но, с другой стороны, машина стала гораздо легче, а топливо перевозило больше своего предшественника. Также, благодаря простоте проекта, переделка машины не заняла много времени, и вскоре прототип отправился на испытание. Однако, вполне очевидно, что военные проект запраковали, так как любая шальная пуля или осколок могли устроить огненное шоу. В итоге, проект закрыли. А как вам подобные идеи? Хотели бы вы послужить на таком танке? Напишите своё мнение в комментариях.